Всем здравия! С вами Народная славянская радио, в виртуальной студии нахожусь и Алексей Орлов и Светлана Большакова. Здравия тебе, Светлана! Здравия всем! Здравствуй, Алексей! О чем сегодня желаешь поговорить? Я предлагаю поговорить о нашумевшем фильме, который называется «Солнцестояние», который у нас вышел в прокат этим летом. Ну, давай поговорим, что же там такого интересного, что ты заметила и что тебя так сильно возбудило на этот разговор. Ну, во-первых, у нас на сайте была статья, которую написала Анна Гуревич, где она там предупреждала, что такой фильм выйдет и что не надо молчать, надо бы что-то предпринимать, чтобы таких фильмов у нас было меньше или не было бы совсем. Ну, я посмотрела этот фильм. Я, конечно, смотрела не в кинотеатре, я смотрела дома. Могут задать вопрос, зачем я смотрела вообще этот фильм. Я могу ответить, зачем я смотрела. Я смотрела за тем, чтобы знать, какие методы и какие приемы применяют, в частности, режиссеры, там, журналисты, какие-то кинокритики, искусствоведы, для того, чтобы людей вот так вот заманивать такие сети, показывают им вот такие фильмы, что они там показывают и какие методы применяют. Эка тебя. Тряхануло-то, чтобы смотреть. Ну и какие у тебя впечатления, ощущения от этого фильма? Ужасные. Почему? Ну, просто отвратительные, потому что там показан фильм вообще безнравственный, ну, даже сложно говорить, потому что такое вот послевкусие, такой осадок прямо остается на душе и в голове и везде, что, ну, я не знаю, для чего его вообще выпустили на широкий экран, да, как говорится, потому что там, ну, бесчеловечность какая-то и просто даже такое ощущение, что это снимался фильм для больных людей и сам здоров ли этот режиссер и что с ним происходит в жизни и для чего вообще, даже если люди здоровые, мне уж так показалось, даже если здоровый человек пришел смотреть этот фильм, то у него помутится в голове, честное слово. Так, интересненько. А что там такого, на твой взгляд, от чего может помутиться? Вот давай как-то уже перейдем к самому этому фильму, к сценарию или к сюжету. Да, вот, например, можно такую краткую справку дать к фильму. Режиссер этого фильма Ари Астер, родился он в Нью-Йорке в 1986 году в еврейской семье. Сейчас ему 33 года. Его отец был музыкантом, а мама была поэтессой. Он учился и закончил программу Американского института киноискусства, то есть это высшие курсы. В детстве он был одержим фильмами ужасов, а став уже взрослым, стал искать себе друзей, которые помогли бы ему в съемках таких вот короткометражных для начала фильмов. Вот я нашла с ним такую выдержку из интервью с ним, брал журналист наш. Известно, что при создании триллера вы и ваша команда провели мощное исследование, в частности шведского фольклора и древних традиций. Скажите, они действительно настолько жестокие и кровожадные, как в солнцестоянии? Или же это больше ваша сценаристская и режиссерская фантазия? И он отвечает, конечно же, это больше моя фантазия. Шведский праздник середины лета – очень культурная вещь. И ничего подобного, что происходит в моем фильме, естественно, в Швеции нет. Другими словами, это всего лишь навсего человек, который что-то там нафантазировал, все свои внутренние страхи и представления, искаженные об этом мире, вложив в этот самый фильм. Можно и так сказать, потому что изначально, вроде как первоначально, фильм представлял собой прямолинейный слэшер. Я сейчас поясню, что такое слэшер, потому что непонятно. И Астер разработал сценарий, используя все элементы данной концепции. Но так как в то время он, значит, расходился со своей девушкой, отношения были плохие, он решил вот это все вложить в фильм. А слэшер – это поджанр фильмов ужасов, для которого характерно, как правило, наличие убийцы-психопата, который преследует и кроваво убивает серию жертв в типичной случайной манере, лишая жизни многих за один день. Так что вот здесь получилось вот такой вот винегрет. Ты знаешь, обычно подобные притягиваются к подобному. Если ты сказала здесь, вернее, ты прочла здесь упоминание об убийце-психопате, то в этом случае про убийц-психопатов обычно пишут как раз психопаты, которые очень сильно чем-то в этом мире недовольны. И их внутренние переживания, они как раз отражаются в их деятельности в этом мире, в так называемом искусстве, в какой-то там мазне, в каком-нибудь фильме, съемках, подделках, чем угодно. И самое-то неприятное, что таких психопатов становится с каждым днем все больше и больше, и их где-то безобидная, а где-то уже и страшная мазня, как в художественном формате, так и в формате фильмов, выносится на широкую аудиторию. И это печально. Вот здесь передо мной ответ из Министерства культуры Российской Федерации, Минкультуры России, на запрос той самой Анны, которую ты назвала. Датируется этот ответ 27 июня 2019 года. Есть у него номер 1613-03-6. Так вот, здесь написано следующее. На обращение Анны в департамент Минкультуры дает ответ. На ваше обращение Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации в рамках своей компетенции сообщает следующее. Фильм «Солнцестояние», дальше его английское название, производство США 2019 года режиссер Ари Астер, не проходил государственной регистрации и не получал прокатного удостоверения на территории Российской Федерации. В соответствии с федеральным законом 22.08.1996 года за номером 126-FZ о государственной поддержке кинематографии, прокат фильма без прокатного удостоверения не допускается. За прокат фильма без прокатного удостоверения взимается денежный штраф. Другой информации по существу вашего обращения не располагаем. Директор Департамента кинематографии О.Б.Любимова Так что еще 27.06 Министерство культуры Российской Федерации, сдавшее запрос в департамент, ничего не знало о том, что этот фильм будет у нас по всей Российской Федерации показываться, быть в прокате. А релиз этого фильма в Российской Федерации, насколько я помню, был 18 июля 2019 года. То бишь получается, буквально через каких-то десяток дней, он вдруг, может через 20 дней, он выходит вот так вот смело в прокат, и все хорошо, замечательно. Вот тут 27-го еще не было разрешения дано, удостоверения не было, а уже 18-го июня, июля вернее, все нормально, все хорошо. Как у нас все интересно. Да, интересно, чукчепляшет, как говорил один герой одного известного фильма. Официальным прокатчиком фильма в России стала компания «Вольга». Это написано везде. Ну вот так получилось, что буквально, может быть, там за десяток дней было оформлено это разрешение, прокатное удостоверение, и фильм пошел по нашей стране гулять. Скажу честно, большей мерзости я пока что не встречал. И единственная дрянь, которая чем-то была похожа по своей мерзости, это фильм «Викинг». Но там глумились просто над нашим прошлым, изображая, какие мы гады, какие мы варвары, какие мы были тварями, свиньями подзаборными, и как друг друга резали. А вот тут, значит, вдруг ни с того ни с сего, стали такими добренькими, хорошими. Но как-то так вот войн не поуменьшилось, на мой взгляд. Ну ладно, мы сейчас все-таки про слонсостояние говорим. Что еще ты можешь дополнить по этому фильму? Я могу сказать, что я еще посмотрела много роликов, там, где выступали наши журналисты, наши кинокритики, наши искусствоведы, киноискусствоведы, и послушала людей, которые приходили к ним на встречи. Ну и что? Они говорят, да, такой интересный фильм, заставляет задуматься. Очень много вопросов задавали вот этому искусствоведу, люди, которые пришли туда и тоже там интересовались разными подробностями, как, что, расспрашивали. Вот я сижу и про себя думаю, и вот для чего этот фильм? То есть это что? Это искусство? Это можно назвать искусством? Я думаю, это нельзя назвать искусством. Ну как это? Искусство ради искусства? Чтобы потом, значит, кинокритики, искусствоведы сидели, там разбирали какие-то вот подробности, а почему же никто не задумается о том, какие образы этот фильм несёт? На фильме, значит, стоит 18+. Ну 18+, понятно, что это, ну это ещё, можно сказать, это юноши, девушки, они ещё, ну то есть находятся в таком возрасте, только там закончили школу, и вот они уже могут идти, допустим, и смотреть это кино, но это же, ну это же, да я даже не знаю, просто, ну это страшно на самом деле, что у нас происходит, что у нас происходит вокруг, где у нас Министерство культуры, вот Алексей зачитал, оказывается, и даже фильмы не проходил, никакой официальной регистрации, никто ничего не знает, но по всей стране идёт фильм. Я думаю вот что, поскольку некто настоятельно продвигает в наш мир и продвигал ранее каких-то людей с больной психикой широкие массы, и их мазню также выдавал за высочайшее искусство, то эта тенденция, она как тогда была, так она сохранена сейчас, и она очень активно применяется в нашей жизни. Но самое интересное, что как больные темы притягивают больных, которые эти же темы и создают, так же искусство этих больных людей притягивает нездоровых в чём-то, где-то, может быть, в глубине души, других людей, которые, смотря на этот мир, раньше, до просмотра этой мазни, сомневались, а правильное ли их мировоззрение, может быть, у них что-то в голове не так, может быть, надо к психиатру сходить, может быть, что-то подправить нужно. А вот когда они сходили на эту дрянь, посмотрели её, у них складывается впечатление, а нет, нормально всё, ну тут же показывают, всё хорошо, нормально, значит, это и есть, значит, я не больной человек, значит, и мне так можно, значит, убивать других – это хорошо, значит, вот так вот делать – это вообще здорово, а вот это если не сделаешь, ты вообще будешь чему последним, вот надо вот именно так делать. Как ты думаешь, а чему вообще учит этот фильм? Я не знаю, он ничему хорошему не учит, потому что там весь фильм проходит на фоне принятия наркотиков, каких-то вот этих грёз непонятных под этими наркотиками, различные какие-то ритуалы, древние они, не древние, были они, не были, то ли это фантазия всё сценариста, то ли это подчёркнуто откуда-то из книг, и непонятно, было это на самом деле или нет, то есть там даже ещё и учёные сомневаются в том, что правильно ли там переведены рукописи или ещё что-то, ещё какие-то источники. Ну, то есть я не знаю, чему он учит, он ничему не учит, он просто ломает мозги человеку и нарушает психику, вот чему он учит. Ну да, любой фильм чему-то учит. На самом деле, на что я обратил внимание, когда мне тоже пришлось эту дрянь через себя, конечно, перелопатить, провести. Это неприятно было делать, но поскольку задали вопрос про этот фильм и задали неоднократно, то пришлось вот в эти помои окунуться. Ну, во-первых, мы, как ты правильно отметила, весь фильм наблюдаем, что действие проходит под наркотой. Вот обдолбанный горстка товарищей, ввязывается в приключения обкуренные, потом в этом приключении они постоянно ищут, где бы чего прикурить, где бы чего там в себя заложить. Потом там, в этой так называемой общине, они постоянно находятся под колдырём. Так что наркота – это норма жизни у них. Всё хорошо, замечательно. Сама главная героиня, она такая сумасшедшая девушка, у которой постоянно в жизни проходят проблемы, не уверенная ни в чём, постоянно в каких-то комплексах находящаяся. И сеструха у неё такая же сумасшедшая. И проблемы с её семьёй, почему она стала сирота, тоже произошли из-за того, что сумасшедшая. То есть это выродки, которые… Вот семья выродков, другими словами. И вот эта семья выродков показывается… Вернее, как представитель, оставшийся представитель. Это девушка из семьи выродков. Ставится главной героиней. И вот её вот эти переживания, вот эти страхи, опасения, они, вау, вот так вот преподносятся вверх, как будто бы нормальных людей не существует. Как будто вот эта клоака, вот эта вот дрянь, вот эта туалетная ваза, она самая главная в этом мире. Как будто вот сумасшедший дом – это единственное место, где можно себя почувствовать человеком. И вот под этой наркотой они отправляются вот туда полностью, посвящают себя вот этому путешествию, внедряются в общину, которая как бы там дом сумасшедших на природе. Но причём же, Алексей, это студенты, это обычные студенты, которые учатся, антропологи, да, вот они такие, значит, это состоятельные студенты, потому что они могут себе позволить поехать на две недели, вот на такой праздник в Швецию. То есть это, ну, не дешёвое удовольствие. И вот они, значит, это… То есть это обычный мир студентов, которые всё время пьют и под наркотиками находятся. Да, это преподносится, как будто у них экспедиция по изучению фольклора на основе которой двое из них собираются написать научную диссертацию. То есть это не просто какие-то студенты, это те люди, которые уже, пишут диссертации, значит, они будут получать какие-то звания научные. И представляете, вот эти учёные, которые постоянно квасят, постоянно жрут эту наркоту, пыхают ей, причём такая… А что вы делаете? Да ничего, мы тут с друзьями покурили, сидим теперь, норма для них. Вот научные сотрудники, вот именно такие должны быть, обдолбанные. Вот это нормально. То есть потеря человеческого образа для учёного мира – это норма современной цивилизации. Больная вот эта сущность, которая сидит в этой девушке, это норма поведения человека. Разгульный образ жизни. Там эти молодые люди говорят всё время, где какую тёлку взять, о, какие тут цыпочки, о, какой тут… У них разговоры на уровне неандертальца, который вылез из пещеры, чтобы найти себе самочку, с ней спариться, а потом её сожрать. А девушка, кстати, учится на факультете психологии. Что ещё раз подтверждает, что большинство психологов и психиатров, к сожалению, это люди, которые пришли в психиологию и психиатрию для того, чтобы решить свои личные проблемы. И представляете, что большинство людей, которые… Я не говорю про психолога высшего уровня, который на самом деле помогает, пришли туда по призванию. Я говорю про большинство людей, про психолога, психиатров, которые попали туда для того, чтобы решить свои проблемы, Но так их и не решили И они в своих комплексах, находясь, пытаются другим что-то рассказывать О том, как правильно жить и как правильно поступить в мире Вот та же самая проблема с авторами этого фильма Которые свои вот эти дурацкие комплексы, переживания, страсть к ужастикам Переносят в нашу жизнь Плевок такой из их вот этого внутреннего чрева Дальше что мы здесь видим? Не надо ни о чем думать Вся жизнь устроена по определенным правилам общины Вот все догмы, которые в общине присутствуют, их надо исполнять И даже если там льется кровь, это ура, это хорошо Ой, полилась кровь, все здорово Ой, порезали себе руки, накладываем их на эти камушки, там мажем кровью Ой, замечательно Опять же принимаем наркотики, ой, здорово Расчлененочку там сделали, ой, хорошо Везде вот это ложь, обман Такой привкус свежей крови Там убирают одного за одним Они как дурачки, не понимают, что происходит Якобы там убирают их друзей Дальше там про инцест идет разговор Оказывается, все нормально Можно оракулов рожать, когда там Папа не с мамой, а когда папа с дочкой К примеру, там, или мама с сыном Ага, незамутненное сознание получается Ну да, такого выродка Потом, которое выдает вот эти вот мазню, которую они рассматривают и что-то людям рассказывают Ну да, вот этот выродок такой, который квазимода Незамутненным сознанием, да, которое способно выдавать мудрости И вот эти вот их оракулы живут, выдают эту мазню А их жрецы, так называемые, в этой мазне разбираются и оттуда выносят эту мудрость на свет Божий Вот такая вот гнусь, дрянь Ну нечто, конечно, ужасное Как тут можно остаться в нормальном состоянии духа и со светлой головой? Ну это ж нормальный человек, это точно не выдержит, он будет дезориентирован вообще Ну просто Еще этот фильм накладывает ограничения жизни человека Вот 72 года, это предел, все Раньше какие-то были там ролики, фильмы, где говорилось Родился, побегал по бабам, нажрался наркоты, напился и сдох молодым Все, взял от жизни все Такой настоящий суслик, который должен родиться, нажраться, выспаться и сдохнуть А тут планочка немножечко расширена Оказывается, нужно в этой общине соблюдать все правила Нужно находиться в этих догмах Нужно жрать эту наркоту Не задумываться ни о чем, о жизни И в 72 года убить себя Все, разбегись, автор, и головой об острый угол Ба-бац А зачем это делать? А там поясняется А зачем нам мучиться? Зачем нам переживать? Зачем страдать от болезней? Вот, 72 года дожил, и ритуально тебя убили Ну сам, конечно, сначала убиваешься, а потом, если не убился, тебе там Бошку разбивают специальной дубинкой Специальным молотом Вот такая замечательная жизнь То есть нет нашего древнего понимания Передача своей мудрости Непосредственно своим детям и внукам Нет почитания к старости Нет познания этого мира Все ограничивается вот этим 72, все, предел И это выносится в мозг молодых людей Ведь этот же фильм рассчитан на молодых людей В их неокрепшие мозги Вкладывается Что вот так надо жить В наркоте Ни о чем не задумываясь За вами все уже сделано Прикольно надо жить Наркотой опять же пользоваться для прикола Получать какие-то сверхзнания Потому что вот они в незамутненном разуме А для этого надо рожать в инцесте И в 72 года покончить с собой Все хорошо, замечательно Ну а если не получилось до 72 лет Есть какие-то проблемы Ну прямо сдохни сейчас Вот такая замечательная установка в этом фильме И меня удивляет Скажите, а что нету каких-то достойных персонажей У нас в стране, которых надо превозносить Опыт которых показывать Нету опыта, на котором взращивать наших детей Наших внуков Что вот эта дрянь Вот это дерьмо Которое хлынуло к нам Это что самое главное? Что необходимо людям Говорить, что так надо жить Вернее существовать Эй, люди В Министерстве культуры Вы что там делаете-то вообще? Уважаемый директор Департамента кинематографии О.Б. Любимова Вы о чем думаете Какие вы даете удостоверения Прокатные На территории Российской Федерации Вы думаете о чем? О том, чтобы развлечь людей? О том, чтобы уничтожить людей? Либо о том, чтобы дать что-то нужное для жизни Себя же самих Ведь вас же будут убивать Эти подомки, которых вы воспитываете такими фильмами Вот такие же обкурившиеся Могут вам подойти на улице И перо вам вбок воткнуть Чтобы потом из ваших карманов Что-то вычистить На очередную дозу наркоты Вы вообще думаете, нет? О.Б. Любимова Директор департамента кинематографии Что у вас в голове-то? Вы что, уже насмотрелись этих фильмов? Ведь это не просто так Это не просто чей-то бред Который кто-то показал своим родственникам Либо в палате номер 6 Вы выпустили сумасшедший дом на улицу И они ходят, прыгают здесь И всем говорят, что сумасшествие это норма Что так надо жить Что вы делаете? Задумайтесь Эй, вы политики Эй, вы министры Директора департаментов Вы же потом будете стонать Что вас проклинают Вас уничтожают Ваших детей насилуют Убивают Ради одной понюшки какого-то наркотика Что вы делаете? Задумайтесь Остановитесь Что-то разошелся Ну так понятно Что тут такая тема поднята И вроде вот Тоже я вот смотрела Там два разных мира Вроде бы это один цивилизованный Откуда пришли вот эти наркоманы Ученые, антропологи Так называемые Вот Другой община Какая-то ненормальная тоже Где сбросились, значит Два пожилых человека В 72 года сбрасываются со скалы А тут же этот главный герой Кристиан И говорит Да нам такого не понять Мы-то своих родителей Сдаем в дом престарелых Ну ты понимаешь, Леша Так далеко ли Если у нас такая действительность Далеко ли мы ушли От этой сумасшедшей Общины Если у нас родители Сдают в дома престарелых И считают, что это гуманно Потому что мы Как мы хорошо поступаем Свежее Просто два каких-то Мира живодерских Я не знаю еще как назвать Один от другого Мало чем отличается Ты на самом деле Очень хорошо подметила Здесь дается на выбор Два варианта уничтожения Это то же самое Вы хотите галстучек Какой? Чтобы он вас удавил Быстренько Либо медленненько Вы не хотите галстучек? Ну хорошо Мы вам дадим сладкий яд Какой вы выбираете яд? А что других вариантов Бытия не существует Чтобы только сдохнуть? Вот то же самое здесь В фильме утверждается Что надо И либо уходить Вот так Ну просто взять И уничтожить себя Самоубийство произвести В 72 Либо своих предков сдать Чтобы не мешали Куда-то С глаз долой Какой-нибудь дом престарелых Других вариантов Как будто бы нет Нормального бытия Для них не существует Они либо предков своих Дом престарелых Либо скалы Да Что там Что там древние обычаи Что здесь Как будто из леса вышли Ну да Хотите от чего сдохнуть? Вас задавить Либо сами яду выпить? Ну ладно Давай будем подводить Итог этой древней Да Да Я вот хочу Еще сказать Что Некоторые даже Кинотеатры Говорили так Конечно Мне это Все не хочется Говорить Но просто Если все время Тоже мы будем молчать И как бы Закрывать глаза На это все Тоже Это не дело Некоторые в кинотеатрах Говорили Что вот якобы Ну фильм 18 плюс Но вы можете Если вы Сами пойдете Со своим ребенком Туда вот Кинотеатры И в зал То вы можете Взять и ребенка Который значит Младше Эти 18 лет Ну то Ну то есть Это уже Настолько Настолько уже Вседозволенность Какая-то И вот эта Безнравственность И все это Что Ну просто Даже вот Ну слов нет Ну честно Даже не знаю Как это Объяснить Это в голове У нормального человека Не укладывается Ты знаешь Страх Настолько завладел Человеческими мозгами В нашем обществе Хотя Обществом Это назвать Нельзя Это раз общество Что люди Даже не могут Остановиться В своих деяниях Потому что Им страшно Остановиться Если они Остановятся То они не получат Той вкусняшки Которую им Пообещали А если они Остановятся То им Дадут побалде Какой-нибудь Дубиной И оставят Без чего-либо Они живут Как бараны Как какие-то Животные Которыми управляет Только Либо пряник Либо кнут Да Они Замечают Что эта Гадость Все больше и больше Внедряется В наше сознание Через Средства Массовой информации Через Телевидение И кино Они Это понимают Многие Начинают понимать Но им Страшно Остановиться Они не могут Сказать Нет Потому что Держатся За свои Крепкие Местечки Теплые Ибо Сейчас Специально Раздут Безработица И попробуй Вякни Тебе Сейчас на улице Выставят И я уверен Статистику Сколько Самоубийств Произошло После Выхода Этого Фильма И предъявить Директорам Департаментов Вот эту Сводочку Вот эту Статистику Прикрепленную К уголовному Делу Может быть Тогда Начнут Они смотреть На мир Иначе Может быть Тогда Найдут Способы Чтобы эту Дрянь Не выносить На наши Умы Как думаешь Может быть Да Но нам И самим Тоже надо Бдительными Быть И все время Думать О том Что мы Делаем Осознавать Куда мы Идем С кем Мы идем Зачем Мы туда Идем Стараться Воспитывать Своих Детей На хороших На светлых Образах У нас Очень Есть много Сказок Поучительных Историй И так далее Потому что Нельзя Вот так Бездумно Полагаться На кого-то Или на что-то На фильмы На кинотеатры На школы Хоть на что Которые Особенно Вот Те, кто Учат И воспитывают Наших детей Надо все время Находиться В осознанном Состоянии Что современная Цивилизация Построена Целью Это надо нам Понять И если вы Это поймете То тогда Вы сможете Выйти Из-под страха И станете Хозяевами Своей жизни И хозяевами Своей земли Достаточно Для начала Это О Сознать Если вы Живете без страха Вы перестаете Быть Скоттообразными Существами Вот это Нужно Понять Раз и навсегда Только через это Мы способны Понять Кто мы И для чего Мы здесь Только через это Мы способны Стать Хозяевами Своей жизни Только через это Мы способны Передать Свою мудрость А не глупость Нашим детям Становитесь Хозяевами Выходите Из-под страха Время Время Пришло Никто Кроме Нас Нас Не спасет Не прилетит Волшебник В голубом Вертолете В формате Перуна Или Сварога Не придет Какой-то Очередной Спаситель Который Мечом Порубит Всех Ворогов Ибо Не нужны Мы слабые Зверообразные Существа В облике Человека Тем Кто является Великомудрыми Предками Богами Меня часто Спрашивают А вот Чего же Они Нас Не спасают А кого Вас Лягушат Мышат Волчат Собачат Кого Вас Человеков Друзья Но чтобы Спасти Человека Нужно Сначала Доказать Что Ты Человек Чтобы Кто-то В тебе Увидел Человека Ты сначала Должен О себе Заявить Как о Человеке И Заявить Не Своловами А своими Делами Вот Когда У тебя Будут Помыслы Человека И Когда Ты Захочешь Как Человек Здесь Сделать Что-то В этой Жизни Правильное По Нашим Конам По Нашим Представлениям По Нашим Укладам Нашего Естества Вот Тогда И Будет Тебе Оказана Помощь А пока Ты Себя Человеком Не Заявил Кто Ты Кого Спасать Кому Помогать Тому Кто Все Время Желает Что-то Из этого Мира Ухватить Ну Так Это Животные Так Желают Ухватить Чего Спасать Животные Живут По Животному Того Кто Хочет Ограбить Другого Ну Извините Зачем Такого Спасать Зачем Такому Помогать Тому Кто Хочет Залить Свои Мозги Какой То Наркотой Зачем Алкаша Какого То Наркомана Спасать Вы Житого Сами Захотели Станьте Человеком И Тогда Человеку Начнут Помогать Свыше А Если Вы Стремитесь В Пекельный Мир Это Ваша Воля До Вас Доносилось И Доносится То Как Никто Не Помогает Ну Пускайте Сопли Вам Никто Не Запрещает Знания Даны А вот Взяли Вы Их Или Не Взяли Это Уже Ваше Дело На 7 Я хочу С вами Попрощаться Благодарю Светлана За то Что Ты Так Интересно Много Что Рассказала За то Что Подняла Эту Тему Призываю Всех Задуматься Об Услышанном И Увиденном И Не Допускать Впредподобной Гадости В нашем мире Добро Надо Культивировать Добро Надо Развивать Сорняки Сами Растут До новых встреч Увидимся И услышимся С вами Был Народное Славянское Радио Алексей Орлов Секлана Большакова Быть Добро Редактор субтитров Корректор Секлана